Доступное жилье в Архангельской области появится только когда будут сняты административные барьеры. Об этом сегодня говорили в правительстве области на заседании Международного совета потребителей естественных монополий. Сегодня провести в жилой дом тепло, электроэнергию и воду – очень трудоемкий процесс, который растягивается на годы. Об этом застройщики рассказали губернатору, и это зачастую останавливает мелкие строительные компании начинать свои проекты. Поэтому на строительном рынке и конкуренция небольшая. К тому же в действующем законодательстве, по мнению бизнесменов, много ловушек, которые вынуждают застройщиков платить гораздо больше реальной стоимости. Если точка подключения дается вне контура участка по теплу, то исходя из гигакалорий – это 8 миллионов рублей. А если 5 метров будет уже за границей земельного участка, то эти 8 миллионов платить не требуется. Из-за бюрократических проволочек инвесторы боятся вкладываться в строительный рынок области. Отсюда и высокая стоимость квадратных метров отметили на встрече. Проблема не только в цене, не только в тарифе, она еще и в сроках подключения. В том объеме информации, в том объеме документов, которые этому всему это все сопровождает. По итогам заседания были разработаны предложения федеральной структуры о внесении изменений в законодательство. Если человек понимает, что он заплатит 10 миллионов и через 2 года все их начнет отрабатывать, он не пугается 10 миллионами. Он должен знать, что в те сроки, которые он запланировал и выложил инвестиции, он сможет начать на этих инвестициях получать определенный доход.